Епископ Банадской Афанасий Евтич родился в 1938 году в Сербии. В 1958 году окончил Белградскую семинарию. В 1963 году окончил Богословский факультет Белградского университета. В 1967 году защитил докторскую диссертацию в Афинском университете. В 1994 году назначен ректором Духовной Академии святителя Василия Острожского в Сербинье, Босния и Герцеговина. Область научных интересов – филология, богословие, христианская культура. Владыка, Вы непосредственно участник тех непростых событий, которые выпали на долю болганских народов и сербской церкви. Но, тем не менее, это не помешало Вам стать одним из самых заметных богословов современности. Ваши книги издаются, их читают. На Ваш взгляд, какова роль богослова в современном мире? Роль богослова, как и всегда, святительство, а то Боге живым и истином. А все есть жизнь вечная. Верит Бога живого истинного и его сына и духа святого. Вот роль богослова, святительство, а то Боге. К сожалению, бывает сегодня, что злоупотребляемое слово «богословие» почти на все. Как говорит отец Меман, то богословие спорта, богословие туризма, богословие, не знаю, чего еще. Это злоупотребление. Богословие – действительно слово о Богу. И Богу Троицы, конечно, живому Богу. Не надо злоупотребляемое слово «богословие». Роль богослова такая, какая была апостола, пророков, святых отцов. И, конечно, каждое от человека, как живое, уходящего, словесного существа. Ни одна студентка в Греции сказала, «Ви думаете, что только в богословии, каждый человек ебогослов». И это слава Богу. Слава Богу. Значит, каждый человек словит. Слово говорит о Богу. А слово это связано с Богом словом. С Христом. И святый Парламя говорит, что Христос – первый богослов. Он открыл Отца и говорил о Боге. Но это трудное дело, но надо его исполнять, потому что, как говорит апостол Петер, надо о своем уповании, о святительстве в мире. И вот роль богослова прежде всего святительства, о Боге живом истинтом. Как и говорили отцы, ты богослов, если молишься, если молишься, ты уже богослов. Служение Богу в духе истины – вот что значит богословие. И перед миром, и перед людьми, и перед собой тоже. А в свои студенческие годы вы учились в Белграде, в Греции, в Париже. Скажите, а с какими проблемами сейчас сталкивается богословское образование? Многие проблемы, прежде всего, визово со временной цивилизации, которая уже вряд ли христианская цивилизация. Это европейская, я даже говорил, европейская цивилизация, которая не хочет Бога, не хочет Христа. Она не только секруализирована, она даже иногда прикасается к демоническим измерениям. Понимаете, защищают не только неморал, но и чтобы одобряли ненормальные сатанические опыти или как будто бы цивилизательское достижение, это защищают, а это не цивилизательское, это человекоразорительное достижение. Как я слышал, что сказал русский патриарх Алексей, Сятейший, Царство ему Небесное, это мадный обет, он говорит, что надо дать свободу веры всем. Ну хорошо, у нас есть свободу веры, но есть демонические секти, которые человекоубийственные, знаете. Дело в том, что сегодня тенденция, как будто бы все перевернуть на голову, и не только морал, как казали марксисты и безбожники, но и сами основные человеческие устали, человеческие характери, я конечно не хочу весь Запад осуждать, а жив на Западе и знаю, но настоящие люди в Америке не могут прийти к слову, не могут, они не определяют судбу Америки или судбу мира. Так что визовы большие повсюду. Сейчас в России и в русской церкви идут реформы образования. А вот как вам кажется, такое идеализированное богословское учреждение каким должно быть? Это должен быть семинария или факультет в университете? Это трудно ответить, я не могу так тут суд доносить, потому что это все зависит от содержания, а я не думаю, что с формой выполняется все. Сейчас идет, так называемое, болонское определенное, а говоря, что университет Белони не принял это. Знаете, так что, что значит, я не люблю это навязывание сверху. Понимаете, так вообще очень, очень ответственная работа госпитания, образование. Так что, системы образования, я боюсь, не надо слишком быстро переменять и так гоняться за новыми идеями, как сербики говорят. Не кушайте все, что летит. Не кушайте каждую птицу. А то бывает сегодня новое, завтра новое, или после того. А потом, когда получаются последствия, то кто ответственен за это? Владыка, последний вопрос. Даже не вопрос, а просьба, чтобы вы посоветовали и пожелали молодым людям, которые хотят посвятить свою жизнь богословию. Бог верит в молодых. Когда присылает дитя, ребенка в этот мир, Бог верит в человека. Надо верить, но надо, чтобы и молодые люди верили, не самоуверенно в себя, вроде эгоизма, вроде нарцизма, самолюбия, но вроде того, что Бог заражил у человека много. И Бог никогда не перьяет свое доверие человеку. И особенно если эти молодые богослови, студенты, или семинаристы будут завтра священниками. Максим Испоедник говорит, что когда Бог сказал Адаму, обработивай землю и хлеб свой получай. Он это говорит про человека, землю, сердце, своего тела, своего души, свое надо обработать, чтобы кушал, чтобы ел хлеб богословия. И вот, это задача человека, любовь к Христу. Есть любовь и к Богу, и к человеку, и к миру, и это, и к будущей жизни. Не только будущее, а и здесь. Здесь Христос родился, здесь пострадал, здесь воскрес, и здесь нам дало церкви уже причащение вечности. Это эсхотологическое напряжение человека, а не какой-то там апокатер, апокалиптизам. В конец мира пришел антихрист, что такие вообще темные. Это не православие. Православие серьезное, крестно-воскресное. Это, как говорят оцени, жалостно-радостная жизнь. Это хармолипость. Значит, и радость, и плач. Букояне тоже радость. Вот, молодым людям желаю этого элана, этого духовного дохлонения, возвышения. Никогда не скажи. Никогда. Спасибо вам и привет, молодым.